В эфире Крик, криминалы-комментарии. В студии Богдана Акопян. Здравствуйте! Сегодня в программе. Отключим газ. Почти две тысячи жителей Коми обманули так называемые лжегазовики. Что они теперь в оправдании говорят в суде? Отдыхать надо красиво. Пьяный дебош в столичном баре устроила парочка. Чем ей не угодил сервис заведения? Царь парковки. Потасовку устроил в Микуни неуравновешенный водитель. Какой аргумент предъявил оппонент? Несколько человек пострадали на дорогах региона в авариях. В Сыктывкаре 25-летняя девушка за рулем пидбайка двигалась по улице Старовского. В один момент она не учла безопасную дистанцию и въехала впереди идущую Ладу Гранту. У нарушительницы диагностировали перелом предплечья. От более серьезных травм девушку уберег мотошлем. В течение года за нарушение правил движения байкершу уже 45 раз привлекали к административной ответственности. Еще один дорожный инцидент также произошел в столице Коми. На перекрестке улиц Краснозатонской и Ломоносова. 42-летний водитель иномарки не уступил дорогу спортивному байку и столкнулся с ним. В результате пострадал 36-летний мотоциклист. Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломами плеча и бедра. А на 53-м километре трассы Вагваздино-Яринск в Узуемском районе пьяный водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадал сам нарушитель. Мужчину госпитализировали с различными травмами и ушибами. В Печуре тем временем автоинспекторы разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел во дворе дома по Печурскому проспекту. Неизвестный водитель двигался задним ходом. Не убедился в безопасности маневра и сбил 34-летнюю женщину, которая шла позади автомобиля. У пострадавшей ушиб позвоночника, но госпитализация ей не потребовалась. Региональное управление Следственного комитета организовало процессуальную проверку по факту получения ожогов пассажирами рейсового автобуса. ЧП произошло 17 июня на трассе Сыктывкар-Каркерос. В салоне 115 автобуса вышла из строя система охлаждения. Шланг оборвался и кипяток попал на пассажиров. Пострадали трое человек. Девятилетнему мальчику обожгло голени. У мужчины и пожилой женщины ожоги стоп. Госпитализация не потребовалась. По словам очевидцев, дополнительный автобус для остальных пассажиров не отправили. Людям пришлось добираться домой на попутных машинах. Почти две тысячи жителей Коми обманули шесть лжегазовиков из Свердловской области. Помогали им четверо местных подельников. В Сыктывкарском суде стартовал процесс по этому громкому уголовному делу. По версии следствия, в 2020-2021 годах они, представляясь сотрудниками Горгаза, меняли людям газовое оборудование и брали за это весьма внушительные суммы. Тем, кто отказывался от их услуг, угрожали отключить газ. Кто попал в расставленные аферистами ссылки, знает Екатерина Родина. Они пришли где-то днем, днем где-то, может в 11, где-то. Я открываю дверь, у меня был внук еще дома. Мы газовщики, я с газа, говорит, мы, говорит, меняем шланги. Я говорю, ну не знаю, я говорю, ну хорошо, проходите. Лжегазовик пришел в квартиру пожилой сыктывкарки Зои Щукиной весной 2021-го. Представился сотрудникам Горгаза, показал документы и предложил подождать коллегу, который, дескать, меняет оборудование в соседней квартире. Слова хозяйки, что за полгода до этого уже приходили газовщики и меняли шланг, причем бесплатно, его не переубедили. Через какое-то время пришел товарищ. И, значит, мы это двинули плиту. Он говорит, стал проверять там спичка или что-то, я уже не помню. Говорит, посмотрите, он снял этот шланг, был резиновый, и говорит, посмотрите, немножко есть трещины. Вот, говорит, из-за этого, говорит, мы поменяем. А товарищ до этого сказал, что это будет стоить три тысячи с лишнего. Я говорю, а почему вот так дорого? Я говорю, у меня столько денег нету, я могу вам только вот 1800 дать. Аналогично лжегазовики навестили в тот день и других жителей этой многоэтажки. А чтобы у пенсионеров не появилось сомнений, накануне в подъездах развесили объявление. Ну, да, беда. Ну, повешено было объявление, и я пыталась позвонить в газовую службу, но там телефон не взяли. Обычно я проверяю на самом деле с газовой. А тут никто не взял, и я согласилась. Они, значит, поменяли шланг желтого цвета и кран нам заменили. Но все добросовестно было сделано. Предъявляли документы с фотографиями, с печатями. В общем, все как обычно, все нормально. Наиболее строптивым пенсионерам псевдосотрудники Горгаза показывали фотографии с разрушенными после взрыва бытового газа домами в России. Этот прием действовал безотказно. Не могли сообщить то, что в настоящее время установленное оборудование в их жилище не соответствует техническим нормативным актам. То есть подлежит немедленной замене. В противном случае они могли говорить о том, что человек будет привлечен к административной ответственности, либо у него будет отключен газ в принципе. Соответственно, люди пожилого возраста, воспитанные в Советском Союзе, понимали, что если приходит Горгаз, значит, нужно открывать и требования, указания, какие-то рекомендации выполнять во избежание аварийных ситуаций, взрывов, утечек. Сотрудники Республиканского управления уголовного розыска занялись оперативной разработкой группы «Лжевгазовиков» весной 2021 года. Выяснили, что заправляют делами два брата – уроженцы Свердловской области. С ними работают еще несколько земляков и местные ребята. Деятельность вели от имени питерской компании, создавая видимость легальной работы. Выдавали обманутым клиентам, которым навязывали услуги, даже чеки. Они настолько, так скажем, вжились в роль работников газовой службы, что выдавали платежные документы, акт о выполнении работ, давали гарантию на свое изделие. Хотя, как показала практика, в дальнейшем оно действительно было сделано, выполнено некачественно и могло послужить причиной опасных дальнейших явлений, протечки и так далее. Да, их деятельность была закамуфлирована, так скажем, под легальную деятельность. У них имелось юрлицо, через которое они проводили все финансовые документы. По подсчетам следствия, за полтора года подельники заработали на доверчивых жителях Сыктывкара, Микуня, Емвы и села Вильгард больше 7 миллионов рублей. Большей частью задержанных вину в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере не признает. Следствие, собрав материалов на 101 том, через три года передало уголовное дело в Сыктывкарский суд. Фигурантам грозит по 10 лет лишения свободы. Полицейские воркуты пресекли деятельность наркопритона. По версии следствия, квартира ранее судимого 40-летнего мужчины стала лабораторией по изготовлению запрещенных веществ и пристанищем для других потребителей дурмана. В ходе обыска соловики изъяли шприцы с остатками запрещенного вещества, упаковки для таблеток, ватные тампоны, лезвия и посуду. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело и заключили под стражу. За организацию и содержание наркопритона ему грозит до четырех лет колонии. Сыктывкарские автоинспекторы разыскивают велосипедиста, который столкнулся с автомобилем. Дорожный инцидент произошел 28 мая в 9 утра. Молодой человек ехал по тротуару и не спешился перед выездом на проезжую часть. Затем не справился с рулевым управлением и врезался в Мазду, которая выезжала со двора дома 10-1 по улице Димитрова. От сильного удара велосипедист потерял равновесие и упал на асфальт. Предполагаемый виновник столкновения с места происшествия скрылся. За медицинской помощью он не обращался. Предварительный ущерб около 50 тысяч рублей. Госавтоинспекция проводит административное расследование. Всех, кому что-либо известно об этом инциденте, силовики просят сообщить по указанным телефонам. Приняли нагрудь и устроили потасовку в баре. Сыктывкарские полицейские устанавливают обстоятельства нелицеприятного инцидента, который произошел в одном из завеселительных заведений. По предварительным данным, молодые люди испортили там мягкую мебель. Когда работники потребовали у клиентов компенсировать ущерб, те набросились на них с кулаками. Репортаж Антона Булаева. В пять утра в одном из столичных баров сработала тревожная кнопка. На место происшествия выдвинулся экипаж неведомственной охраны Росгвардии. Местные секьюрити указали коллегам на двух возмутителей спокойствия – девушку и ее кавалера. Молодые люди были сильно пьяны и не отдавали отчет своим поступкам. Пара была сильно возмущена ложным, по их мнению, утверждением охранников, что якобы они повредили мягкую мебель. Успокаиваться молодые люди никак не хотели и всякий раз пытались вывести персонал бара на конфликт. 8-9-104. Где твой номер? Номерок одежды. У меня нет, у меня куртка там. Заплати штраф за потерянную номеру. Плати штраф. Мы не рвали подушку. Причем здесь подушка? Ты хочешь забрать свои вещи? После спокойной беседы с росгвардейцами молодой человек попытался снизить градус напряженности. Однако успокоить разъяренную подругу парню так и не удалось. С криками девушка сначала попыталась зачем-то наброситься на другую посетительницу бара, а затем на гардеробщика. Все, я буду звонить на работу. Вы им девушке, б***ь, держите, почему? Вообще не б***ь, б***ь. Так, все. Девушка, б***ь. Я имею право на звонок. Телефон мне дать. Телефон мне дать. На просьбу сотрудника вненостной охраны Росгвардии прекратить противоправное действие девушка продолжала вести себя агрессивно и пыталась покинуть место происшествия. Сотрудниками вненостной охраны в отношении местной жительницы была применена физическая сила и специальные средства наручники. Нарушители были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По факту нелицеприятного инцидента Сытовкарская полиция проводит проверку. Если вина устроивших драку посетителей увеселительного заведения подтвердится, избежать ответственности влюбленной парочке вряд ли удастся. Также им придется возместить владельцу бара причиненный ущерб за порчу имущества. Момент драки у одного из столичных баров попал на камеру видеорегистратора случайного очевидца. Инцидент произошел ранним утром. На записи видно. У входа в ночной клуб собралась толпа мужчин. Двое из них сцепились между собой. Остальным удалось их разнять. Одного из драчунов это, впрочем, не остановило. С кулаками он налетел на другого мужчину. Однако тот быстро среагировал и отправил оппонента в нокаут. После этого толпа разошлась. Что стало причиной конфликта, остается только догадываться. Еще одну драку двое мужчин устроили возле одного из торговых центров Микуня. На записи видно. Водитель иномарки припарковался и вышел из машины. Мужчина начал ругаться с водителем «Лады», которая стояла неподалеку. Спорщики явно не пришли к компромиссу. Шофер отечественного авто отъехал от инициатора конфликта, но тот пнул машину по двери. Затем подошел к открытому окну и ударил мужчину по лицу. Получил в ответ. Шофер Калины на этом не остановился. Сдал задним ходом и врезался в припаркованный автомобиль агрессора. Эта выходка окончательно сорвала тормоза владельцу иномарки. Между мужчинами вновь завязалась драка. Че творишь-то? Не, а ты че? Ты че творишь-то? Инициатор разборок стал открыто угрожать оппоненту. По сообщениям очевидцев, подобные конфликты этот мужчина устраивал уже не раз. Нападал в том числе и на подростков. На него даже заявляли в полицию. Видимо, так и не научился контролировать свои эмоции. На этом выпуск завершен. В студии была Богдана Акопян. Наша программа не только на страничке ВКонтакте, на сайте юрган.рф. Теперь мы в прямом эфире, еще и видеохостингер YouTube. Следующий обзор криминальных событий вы увидите в пятницу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова